начнем скачиваем под ссылки вот эти два файла возможно будет побольше извлекаем сначала из этого архива извлечь ждем естественная ускорить извлеклось заходим в получившуюся папку так где она запускаем нам надо открыть скетч вот этот берем файл открыть так как он и находим ли он где он находится так мы шли нажимаем два раза все открывается окошечко новое все видим сначала прописываем вашу вай фай сеть который будет подключаться esp название сети пароль от сети кавычки оставляем все как здесь здесь изменили пролистываем немного ниже вот на этого места здесь также изменяем название сети пароль сети так здесь надо быть точным прописываем тот адрес который будет приписываться к этой esp у меня адресу 192 68 145 сеть ну естественно какая у вас возможно здесь будет один это все проверяйте и прописывайте те настройки сети какие у вас возможны совпадут и с моими так это сделали все так мы будем подключаться к вай фай сети своей и также нажимаем control f вписываем в поиск lcd lsd получается нажимаем найти закрываем он отмечает ваш экран чтобы изменить в нем адрес экрана распространенной 27 и 3f если у вас 27 изменяем 27 у меня 3f пишу 3f все на эту настройки закончены вернее не закончены скетчи закончены так открываем инструменты естественно у вас уже подключена должна быть esp выбираем ком порт у меня на третьем и проверяем чтобы настройки были такие же как здесь ничего не меняем все проверили нажимаем загрузка ждем как всегда в адресной строке он где скетч расположен русских символов не должно быть не русские он просто можно кинуть на диск c и уже оттуда загружать берем копируем копируем переносим мой компьютер ну любой диск следы все суда все теперь точно нажимаем загрузка все компилируется скетч без ошибок надеемся что все забито было правильно и загружаем все загрузка завершена это можно закрыть она больше не пригодится проверки подключилась ли esp к сети заходим в веб-интерфейс роутера видим вот она моя esp ну так как я этот адрес задавал все она подключилась скорость у меня надо делать так у роутера и зарегистрировать все она падает зарегистрированные можно отсюда выходить телефоне у нас должно быть скачено вот это вот приложение для теста можно бесплатную версию загрузить но у меня платная буду показывать на ней запускаем нажимаем плюс выбираем по айпи вбиваем айпи адрес esp не был 45 окей порт все 377 жмем подключиться все подключаемся и видим все показания все данные не знаю все не объясню ну допустим график установлены температуры реальной температуры онлайн будет все это двигаться также можно выбирать здесь какие-то характеристики не пользовался ни разу не надо вот это индикаторы работы когда загораются красным на данный момент это все работает температура основного датчика температура 2 датчика здесь вычисляется разность между этой и этой температуры дельта в принципе она не нужна для показа пускай будет здесь установленная температура и реальная температура будет стремиться к установленной влажность реальная влажность установленная что в данный момент сейчас работает здесь будет показываться здесь на какую мощность работает тэн это в процентах так это главное нажимаем уставки настройки есть также настройках калибруем первый датчик основной второй калибруем как он все заносим нажимаем и допустим так настройки это целое число также сотые можно изменять до сотых изменилась калибровка моему датчику не требуется вводим 0 изменится калибровка калибровка влажности если требуется аварии при достижении 39 градусов сработает авария сработает вентиляции будет пищать пищалка если она будет подключен гистерезис влажности выставляется здесь я ставил в основном для себя 5 истерезис объяснять не буду я думаю все так знают вентиляция работа в секундах перерыв минутах нажимаем сюда 6 секунд допустим надо ввести все сохранилось минуты 5 все сохранилось здесь настраивается перегулятор но это надо будет сходу так и не объяснить у каждого инкубатора объемы разные настройки будут разные надо будет методом тыкая наверное или кто специалист с первого за все может настроить p и а и коэффициента день не использовал я отличные с такими работает также вот раз 5 допустим все меняется здесь 100 сотами здесь четыре периода после запуска авторежима температура прогрев в часах есть выбивается часы температуру для прогрева берется из ручной то что вот здесь выставлена на первые пять часов будет выставлена здесь все остальные периоды 1 2 3 4 убивается вот тут это количество дней в первом периоде вот здесь здесь вот вбиты для инкубации курей куриных яиц курение надо инкубировать также нажимаем допустим пять дней надо чтобы длилась вот эта температура и вот эта влажность будет пять дней длится вот эти до забитые данные как вернем назад 11 все все по прошествию четвертого периода четырех периодов счет остановится тут красненьким горит это какой в данный момент период работает 1 2 3 4 дал так для информации все мы вбили так еще вот переворот здесь переворот если стоит 0 переворот не работает убиваем допустим один роли будет срабатывать один раз в час пять часов раз четыре часа будет срабатывать так здесь понятно 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 индикация переворот что он включен и будет работать 0 все индикации нету переворачивать лотки не будет например вот так же вот эта кнопка тоже действует на переворот горизонтальное положение надо перевести одноразово нажимаем все мотор пошел поворачиваться так вентиляция индикатор не работает вентиляция срабатывать не будет по времени нажимаем держим две или три секунды все вентиляция сработала и будет работать по этим характеристикам выключаем нажимаем держим выключилась сейчас будет работать ручной режим то что установлено здесь мы можем онлайн все изменять и это будет отображаться здесь и здесь для авторежима нажимаем старт держим все запускается авторежим вот сейчас 0 часов прошло из установленных пяти после того как 5 часов отработала переключается на дни здесь отображается сколько дней будет длиться здесь сколько дней прошло исчезла электричество опять включилась все здесь должно восстановиться ничего перенастраивать не надо как работает так работает время берется из интернета интернет необходим постоянно выключить авторежим нажимаем держим все переходим вручную так дисплей с показаниями совсем дисплей четко это плоховатый может быть что-то не четко видно попытались на нем показать объяснить температуру первого основного датчика по нем и смотрится и регулируется температура влажность температура 2 датчика дельта между датчиками то что должно поддерживать уставки в скобках в влажности уставки температуры ручной режим мотор переворот выключен аварии нету так как вот эта температура меньше установленный вентилятор не дует тэн работает на сто процентов так для управления автоматикой ею можно управлять полностью с телефона также с помощью так беспорядок что заливалось с помощью энкодера с кнопкой тактовый вправо влево нажимаем ok заходим в меню здесь устал устанавливается авторежим или ручной как устанавливается окей нажимаем держим все перешел в авторежим также опять если нажать окей держать вручной режим окей кнопкой на энкодере переключаем меню по кругу после шести секунд он выходит в основное меню на экран окей уставки нажимаем держим заходим уставка температуры уставка влажности первичный прогрев часах так не успел уставки нажимаем держим зашли меню перещелкиваем переворот в часах проветривание окей нажимаем держим нет проветривание нажимаем да есть проветривание мы выключаем щелкаем быстро работа в секундах работа в минутах все по кругу отпускаем выходим заходим ждем уставки настройки гестерезис влажности перещелкаем по кругу все здесь корректировка есть авария и пит настраиваем автоматику так выглядит плата все подключается влажность температуру ну все здесь так датчики какие датчики использую а что 21 он же с ht21 так не видно вот он датчик термоусадку его посадил это второй датчик а первый ds18 b20 всем известный вот на трех проводках держится термоусадку срезал также будет в термоусадке герметичный для рассоединения датчиков вот такие вот коннекторы нашел выписал это на 4 провода вот так вот отключается все датчик на нем сейчас продемонстрирую как работает датчик найду так подключил нагреватель лампочку и вентилятор для вентиляции инкубаторов мини инкубатор он не касался все подаем электричество лампочка загорается температура пошла вверх быстро нагреется нет но ждем 29 какой плохой экран 33 установлено 37 и 6 так ну первый раз он проскакивает всегда но это опять зависит от настроек и регулятора и по аварии сработал вентилятор продуть и выгнать горячий воздух все лампочка начинает моргать регулятор подстраивается под температуру он в итоге подберет нужную будет держать идеально потому что наверно близко слишком к лампочке датчик положил в инкубаторе место много яиц много будет и эти прыжков практически не будет температуры 39 перепрыгивает немножко все-таки близко на подальше вот видно что тен работает на 40 процентов ну там по чуть-чуть подбирает нужно 37 7 температуру уже какие-нибудь сотой доли будут там прыжки незаметные не градусник у для птиц как-то выводит же все это без всяких датчиков можно сказать все вышел на рабочую температуру датчики не показывают потому что их отключил давайте включим проветривание по времени так и еще лотки я показывал как с телефона поворачивать в ручном режиме не здесь надо потом приноровиться он в одну сторону поворачиваем вот в этом менюшки на основе на основном экране так значит влево щелк пошел переворот вот он показывает что мотор работает когда по аварии пищалка начинает срабатывать если оно надоело также можно из этого меню основу в другую сторону щелкнуть энкодером и на какое-то время пища не прекратится она не выключится она просто прекратится если температура в норму не пришла она также потом должен пищать вот видим 37 и 7 37 есть установленная скетч будет ссылки под видео там будет описание распиновка куда какие датчики включать все будет там всем спасибо пишите комментарии